Буду проводить мастер-классы, кататься, выезжать в разные города, участвовать в соревнованиях. Всем привет! В эфире Универ Ньюса, в студии Аделина Абдрахманова. Экспертами Казанского федерального университета разработан уникальный рейтинг вузов России, оценивающий вклад высших учебных заведений в социально-экономическое развитие региона. В основу его методологии легли многомерные статистические сравнения на базе независимых открытых источников. По итогам его построения было проранжировано 679 вузов, а всего проанализированы были 1200 вузов с учетом филиальной сетки. В топ-100 вошли вузы широкого образовательного профиля, а также медицинского направления. Также в топ-100 вузов вошло 67 участников программы академического лидерства «Приоритет-2030». Для студентов и преподавательского состава Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета прошел Сабантуй. Как отметили традиционный татарский праздник, расскажем далее. В Набережно-Челнинском институте Казанского федерального университета прошел ежегодный традиционный татарский праздник Сабантуй. Уже по сложившейся традиции, честь открывать праздник выпала одному из самых ярких коллективов института – ансамблю народного танца «Саяр». Торжественная часть началась с приветственных слов директора Георгия Катьева, для которого национальный праздник стал знакомством с традициями и обычаями татарского народа. Я рад, что первый мой Сабантуй – это студенческий Сабантуй, поскольку я увидел много заряженных, хороших таких ребят, которые успешно закончили обучение в семестры, правда у них впереди еще сессия, но мы обсудили, что ребята будут урожай свой собирать только в виде отличных, хороших оценок. В рамках мероприятия прошло награждение студентов за спортивные и творческие достижения, а также за активное участие в жизни института. Завершая официальную часть праздника, плавно перешли к интерактивной. В этом году для студентов было организовано множество площадок, в числе которых традиционные состязания. Кульминацией вечера стали испытания для настоящих мужчин, чтобы выявить самого сильного батыра. Не уступали им и прекрасные представительницы студенчества, которые приняли участие в конкурсе Сабантуй Гузеле. Вот, и помогло мне выиграть, наверное, какое-то желание победить, во-первых, ну и, конечно же, ребятки, которые поддержали меня. Я им очень благодарна и всех люблю. Для сотрудников и научно-преподавательского состава набережной Челнинского института КФУ также прошло празднование Сабантуя. Побороться за титул батыра могли как взрослые, так и дети. Каждому, кто желал стать самым сильным, быстрым и ловким, предстояло пройти несколько истинно мужских этапов. Чтобы стартовать, участникам приходилось выпутываться из паутины веревок. Затем их ждала картошка, которую нужно было метким броском закинуть в ведро. Развязывание узлов на скорость демонстрировало ловкость мужских рук, а забивание гвоздей – их силу. Приятным завершением празднования стал плов, приготовленный по традиционному рецепту в казане. Вот этот Сабантуй ежегодно проводится вот такое прекрасное время. Это, наверное, от наших предков пришло к нам. Мы его традицию продолжаем и будем продолжать. Тем более, вот институт за это взялся. Хотелось бы благодарить администрацию, правком, за то, что организовали такой праздник для сотрудников, для детей. То есть я приехал с сыном, мне очень-очень понравилось. Спасибо большое и чтобы побольше таких праздников было. Сабантуй – ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у Татар и Башкир, который обычно проводится с середины мая по конец июня. Это древнейший праздник, в котором сливаются воедино красивые обычаи народа, его песни, пляски и обряды. Юлия Коваленко, Аделина Абдрахманова, Центр медиакоммуникации Набережной Челнинского института, Универньюз. Учебное здание с шикарным видом на озеро Нижний Кабан – настоящее украшение центральной части города Казань. Многие ошибочно полагают, что это главный корпус университета. На самом деле здание «Татарстан-2» совсем молодое. Оно было построено специально для Казанского университета. О том, что скрывается в стенах Института филологии и межкультурной коммуникации, выясняла Маргарита Михайлова. В центре города Казань, напротив озера Нижний Кабан, располагается дугообразное здание. Многие ошибочно полагают, что это главный корпус Казанского федерального университета. Вопреки этой точке зрения, в нем располагается Институт филологии и межкультурной коммуникации. Примечательно, что это не историческая постройка, а реставрированное и адаптированное под учебное заведение. Здание построили в начале 2000-х специально для Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета. Чуть позже он вошел в состав Казанского федерального университета. В 2005 году здесь начался образовательный процесс. Площадь довольно-таки большая, порядка 18 тысяч квадратных метров в этом здании. И здесь обучаются студенты трех высших школ. Это относительно молодой корпус. И пока каких-то знаковых мест в нем мало. Однако кое-что все же имеется. К примеру, при входе студентов встречают памятник, изображающий Льва Толстого и Габдулу Тукая. Примечательно, что в жизни они никогда не встречались. Но площадка Института филологии и межкультурной коммуникации объединила их. Также одним из знаковых мест является стена, на которой расписались Раис Республики и проправнук Льва Толстого, Владимир Толстой. 14 февраля при открытии данной студии Рустам Норгалевич Миниханов, Раис нашей Республики, написал вот эти замечательные слова. И дал некое напутствие студентам нам, чтобы мы шли вперед, добивались новых успехов, результатов. Потом в апреле посетил наш институт и данную студию советник президента Российской Федерации, председатель совета по русскому языку при президенте Российской Федерации Владимир Ильич Толстой. Он тоже написал слова напутствие, и мы с ним здесь записали интервью. Внутри учебного корпуса есть лишь одно правило – твори в свое удовольствие. К примеру, актовый зал в любое время свободно могут использовать студенческие и творческие коллективы. Девиз отражают и стены здания, в буквальном смысле. В коридорах установлены выставочные витрины. Внутри – работы студентов Института филологии и межкультурной коммуникации. Почти все пространство занимают фотографии, картины, книги и инсталляции. Готовим учителей музыки. Есть студенты, которые обучаются на заочной форме. Есть студенты, которые обучаются в очном формате, и им постоянно нужны вот эти рояли. Практически в каждой аудитории они у нас имеются, и ребята с удовольствием занимаются, играют на них. Здесь есть все для продуктивной учебы. Технически оснащенные аудитории, библиотека и рабочее пространство с видом на озеро Нижний Кабан. Специально для студентов и сотрудников в здании на Татарстан-2 функционирует студия с циклорамой и специальными помещениями для аудио- и видеозаписи. Все студенты, которые обучаются в нашем институте, они имеют возможность заниматься здесь. То есть фото-видеосъемка. А это у нас студия звукозаписи. Здесь ребята с удовольствием записывают подкасты и размещают социальные сети. На очень интересные темы они организовывают подкасты. В том числе, я вот одно из них отмечу, это как раз подкаст, связанный с советами будущим студентам и выпускникам, которые сегодня сдают единый государственный экзамен. На что нужно обращать внимание, как себя вести, нужно ли расстраиваться, если ты получил не совсем то, что ожидал оценку и что в этих ситуациях делать. То есть очень вот такие полезные советы дают наши студенты. А вот вообще как долго существует эта студия? Студию открыли наш ректор Ленар Инатович Сафин и Рустам Оргалевич Мегниханов 14 февраля. Как раз в этот день на базе нашего института прошла церемония открытия года педагога и наставника. Вообще следует отметить, что внутри здания на Татарстан-2 царит особая атмосфера. Дух творчества и свобода буквально пронизывает все вокруг. Обилие интерактивных зон – одна из главных особенностей этого корпуса. Да, конечно, здесь студенты в основном учатся, занимаются. Но это молодежь, им нужно проводить с пользой для себя свободное время. Им нужно потусоваться по молодежному, да, пообщаться. Мы пытаемся создать максимально для них условия необходимые, общаемся, изучаем их мнения. И как только появляется у нас возможность, мы как раз приобретаем, устанавливаем и с удовольствием помогаем им реализовывать свои потребности и свои пожелания. Лето – это маленькая пятница. А как мы знаем, в крайний рабочий день недели осуществляются самые яркие идеи. Как проведут это лето казанцы, смотрите далее. Лето – это маленькая пятница. По большей части, возможно, недельки-две в августе отдохнуть, выбраться с друзьями просто по России. Планы на лето очень продуктивные, яркие, хотелось бы успеть отдохнуть, но, опять же таки, и поработать все-таки нужно. Мы проводим уже из Челябинска, приехали в гости в Казань, к родственникам. Ходили в музей, в Кремль. Любимую дачу планирую. Хочу на дачу к себе, с семьей отдохнуть здесь. Вообще езжу я к родителям в гости. А так планируем, на сплавы и прочее. То есть вот такой активный отдых. У меня вчера только был последний экзамен, поэтому мои каникулы только начались. Скоро я планирую поехать домой. Ну, ненадолго. Дальше я вернусь в Казань, наверное, буду работать. Шашлык кушаю. Я, как, еще в другой город я хожу. То, что, например, Армурск, еще, как, в Москве. Меня ждет возвращение в родной город. Как раз-таки там и буду проводить лето. Люблю все это делать очень активно. Не люблю как-то просиживать дома штаны. На этом все. В студии была Аделина Абдрахманова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok